Знаете, я могу себе позволить, в отличие от коллег, которые в разных партийных списках, там не будучи, быть не совсем политкорректен. И вот когда они рассказывают о различных сценариях, когда они собираются провести выборы, тогда-то, 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 я вам честно скажу, от них ничего не зависит, когда они проведут выборы. Зависит это от выборов, которые в ноябре месяце должны состояться в Соединённых Штатах Америки. На сегодняшний день эта страна, к сожалению, является доминионом. И поэтому на сегодняшний день в повестке выборов Соединённых Штатов Америки между Трампом и Хиллари Клинтон такого вопроса, как Украина, нет. Президент Обама заявил о том, что до конца своей каденции он решит конфликт на Востоке. Вот ожидаем, как он решит этот конфликт на Востоке. Второй момент, который меня действительно очень удивляет, такая близорукость наших политиков, они все потянулись туда, в Вашингтон, то один, то второй. Кому они едут, расскажите мне, пожалуйста. Там власть меняется. То, что в Америке эти люди, которые сегодня, Байден, Керри, все остальные, они называются lame duck. Это хромая утка. Это не то, что утка хромая, это уже утка у них под кроватью. Поймите. Это первое. И я заканчиваю. Поэтому от того, что они придумают, когда им проводить, все самые хитрые сценарии, от этого ничего не зависит. Это раз. Второе. Сегодня Конгресс прошла достаточно серьезный новый посол, который будет представлять Украину. Которая решала достаточно серьезные, правда, Александр Ильянович, вопросы в Армении, вот этого конфликта, когда она работала там. Но она в Украине вчера работала. Да, и в Украине она работала. То есть, вот эта вся картина от нас не зависит. Мы можем обсудить все, что угодно, и еще про деньги. Те деньги, которые мы ждем от Международного валютного фонда, они также влияют на тарифы, как я на полеты китайцев в космос. Эти деньги для того, чтобы переложить кредиты, которые мы до этого брали у Международного валютного фонда. Но зачем рассказывать, что все наступит счастье?